Гёте на пути из Карлсбада в Веймар, 5 сентября 1823 года. 5 сентября 1823 года дорожная коляска медленно катится по дороге от Карлсбада к Эгеру. 6 сентября 1823 года. Слуга Штадельман и Джон, секретарь, чьей рукой впервые начертаны на бумаге почти все произведения Гёте XIX века. Ни тот, ни другой не произносят ни слова, ибо с самого отъезда из Карлсбада, где молодые женщины и девушки толпились с прощальными приветствиями и поцелуями вокруг стареющего поэта, уста его хранят молчание. Он сидит не шевелясь, и только задумчивый, углубленный в себя взгляд говорит о душевном волнении. На первой же почтовой станции Гёте выходит из коляски, и спутники его видят, как он торопливо набрасывает что-то карандашом на случайно попавшем под руку клочке бумаги. То же повторяется на протяжении всего пути до Веймара, и во время езды, и на остановках. Едва прибыв в Цвотау, а назавтра в замке Гартенберг в Эгере, а затем в Пёснике, везде его первые движения с лихорадочной быстротой записать то, что продумано в дороге. А дневник лишь кратко сообщает, работал над стихами 6 сентября. Воскресенье продолжил работу 7 сентября. Стихи перечёл ещё раз в пути 12 сентября. В Веймаре у цели путешествия закончено и стихотворение. Это не что иное, как Мариенбадская элегия, самые любимые песни его старости, мужественное прощание и новый героический взлёт. Дневник душевного состояния, так Гёте однажды в разговоре назвал поэзию. И, быть может, нет страницы в дневнике его жизни, которая так полно, так наглядно раскрывала бы нам тайну своего происхождения, как эта горестно вопрошающая жалоба. Это скорбное свидетельство сокровеннейших его чувств. Ни одно поэтическое излияние его юношеских лет не родилось так непосредственно и столько что пережитого. Ни в одном его произведении не видим мы столь явственно, шаг за шагом, строфа за строфой, час за часом, ход его творческой мысли, как в этой чудесной песне нам уготованной, в этих самых задушевных, самых зрелых, поистине осенним багрянцам пламенеющих стихах семидесяти четырёхлетнего поэта. Плод в высшей степени страстного состояния, как он сказал о своей элегии Эккерману, её вместе с тем отличает благороднейшая сдержанность формы. Открыто и в то же время таинственно самое пламенное мгновение воплощается в совершенном образе. Прошло больше ста лет, но и поныне ничто не поблёкло и не потускнело в этом чудесном осеннем листе его пышно-ветвистой широкошумной жизни. И ещё на века, 5 сентября 1823 года, останется достопамятным днём для грядущих поколений Германии. Над этим листом, этими стихами, над этим стареющим человеком и этим часом сияет редкостная звезда, звезда обновления. В феврале 1822 года Гёте перенёс тяжёлую болезнь. Жесточайшие приступы лихорадки сотрясают тело больного. Он часто теряет сознание, а близкие теряют надежду. Врачи не могут поставить диагноз, но понимают, что положение очень серьёзно и не знают, что предпринять. Болезнь проходит так же внезапно, как и началась. В июне Гёте едет в Мариенбад. Он неузнаваем, и кажется, что миновавший приступ болезни был лишь симптомом возвращённой юности, новой поры возмужалости. Замкнутый, суровый, педантичный старик, в котором поэзию почти вытеснила заскорузлая учёность, вновь, спустя десятилетия, весь во власти чувств. От музыки, по его словам, он весь раскрывается. Он без слёз не может слушать игру на клавире, особенно если играет такая очаровательная женщина, как Шимановская. Его неудержимо влечёт к молодости, и друзья с изумлением видят, что семидесятичетырёхлетний старик до полуночи проводит время в обществе женщин, впервые после многих лет опять участвует в танцах, причём его всегда выбирали самые прелестные девушки. Этим летом, точно по волшебству, его онемевшие чувства оттаивают, и раскрывшаяся душа, как встарь, подпадает под власть из вечных чар. Дневник предательский сообщает о счастливых снах. В нём снова пробуждается старый Вертер. Присутствие женщин вдохновляет его на поэтические экспромты, на игры и шутки, как полвека назад, во времена Лили Шонеман. Он ещё колеблется в выборе. Сначала прелестная полька, а затем девятнадцатилетняя Ульрика фон Левицов пленяет его возвращённое к жизни сердце. Пятнадцать лет назад он любил её мать. Ещё год назад лишь отечески подтрунивал над дочуркой, но теперь привязанность внезапно превращается в страсть, и этот новый недуг, всецело овладев им, потрясает его в вулканической силы чувств, как ни одно переживание за долгие годы. Семидесятичетырёхлетний старик влюблён, как мальчик. Едва услышав смеющийся голос в аллее парка, он оставляет работу и без шляпы и палки спускается вниз к беспечной молодой девушке. Однако он домогается её с пылом юноши, со страстью мужчины, разыгрывается трагикомическое представление. Тайно посовещавшись со своим врачом, Гёте открывается герцогу Саксенвеймарскому и поручает этому верному старому другу просить для него у госпожи Левицев руки её дочери Ульрики. И герцог, памятуя о том, какие бурные ночи они проводили вместе лет пятьдесят назад, быть может, втихомолку злорадно посмеиваясь над стариком, которого Германия, вся Европа, чтит как мудрейшего из мудрых, как самый зрелый и светлый ум современности, герцог торжественно надевает все свои ордена и регалии и отправляется просить для семидесятичетырёхлетнего Гёте руки девятнадцатилетней девушки. Чем кончилось сватовство, в точности неизвестно. Видимо, госпожа Левицев ответила уклончиво, и решение было отложено. Итак, Гёте принуждён довольствоваться надеждой на счастье, мимолетным поцелуем, ласковым словом, а между тем его всё сильнее томит желание снова упиться юностью в этом нежном обличье. Снова он нетерпеливо и страстно домогается благосклонности фортуны. Преданно следует он за любимый в Карлсбад, но и здесь не находит ничего, кроме полуобещаний в ответ на свои пламенные чувства. И с уходящим летом усугубляются его муки. Наконец наступает час прощания. Он ничего не сулит, не обнадёживает. И теперь, когда коляска уносит его в Веймар, великий прозорливец знает, то огромное, что вошло в его жизнь, кончилось. Но вечный спутник глубочайшей боли и в эту горькую минуту утоляет печаль. Гений осеняет страждущего, и он, не обретя утешения в земном, взывает к божеству. Снова, как уже несчётное число раз, и теперь в последний, Гёте находит прибежище от жизни в поэзии. И с чувством благодарности за эту последнюю милость на семьдесят пятом году жизни проникновенно предпосылает стихам строки своего Тасса, созданные им сорок лет тому назад и снова к его изумлению, ожившие для него. Там, где немеет в муках человек, мне дал Господь поведать, как я стражду. Погружённый в невесёлые думы, старец едет в дорожные коляски и с волнением ищет ответа на осаждающие его вопросы. Ещё сегодня утром, во время шумного прощания, Ульрика вместе с сестрой подбежала к нему, юные любимые уста, поцеловали его. Но был ли то нежный поцелуй или только дочерний? Полюбит ли она его? Не забудет ли? А сын, невестка, с нетерпением ожидающая богатого наследства, допустят ли они этот брак? Не станет ли он посмешищем в глазах света? Не покажется ли он через год безнадёжно старым Ульрики? И если они увидятся, что принесёт свидание? Всё тревожнее становятся вопросы. И вдруг один, самый насущный, отливается в строчку, в строфу. Ему дано поведать, как он страждет. Под мощным натиском душевного смятения прямой обнажённый вопрос криком боли вторгается в стих. Что принесёт желанный день свиданья? Цветок, не распустившийся до сели, в нём ад или рай, восторги или страдания? Твоей душой сомненья владели. Сердечная боль, очищенная, просветлённая, притворяется в прозрачных строфах. Поэт, блуждая в душной атмосфере душевного хаоса случайно поднимает глаза, и перед ним открывается утренний ландшафт богемии, божественный покой, столь отличный от терзающей его тревоги. И вот увиденная им картина уже возникает в стихах. Иль мир погас, иль гордые утёсы в лучах зари не золотятся боли, не зреют нивы, не сверкают росы, не вьётся речка через лес и поле, не блещет то бесформенным эфиром, то в сотнях форм лазурный свод над миром. Но ему мало этого неодушевлённого мира. Охваченный страстью он всё постигает лишь слитно с образом любимой. И этот образ в волшебном преображении оживает в памяти поэта. Ты видишь, там в голубизне бездонной всех ангелов прекрасней и нежней, из воздуха и света сотворённой сияет образ дивно сходный с ней. Такою в танце, в шумном блеске бала красавица очам твоим предстала, и ты глядишь в восторге, в восхищенье, но только миг она здесь не живая, она верней в твоём воображении, подобно той, но каждый миг другая, всегда одна, но в сотнях воплощений, и с каждым всё светлей и совершенней. И, едва возникнув перед мысленным взором, образ Ульрики уже облекается плотью. Гёта рисует, как она его встретила и шаг за шагом дарила счастье, как за последним её поцелуем последовал ещё самый последний, весь во власти сладостных воспоминаний, престарелый поэт слагает одну из самых чистых и совершенных стров о преданности и любви, когда-либо прозвучавших на немецком или на ином языке. Мы жаждем в виде образ лучезарный с возвышенным, прекрасным, несказанным навек душой сродниться благодарной, покончив с тёмным, вечно безымянным. И в этом благочестие только с нею, той светлой вершиной, я владею. Но чем отраднее память о любимой, тем мучительнее разлука с ней. И вот боль уже рвётся наружу с такой силой, что почти разбивает возвышенный легический строй чудесного стихотворения. Только однажды за многие годы так открыто, так обнажённо воплощается непосредственное чувство, до глубины души потрясает это горестная жалоба. И ты ушла от нынешней минуты, чего мне ждать? В томлении напрасном приемлю я, как тягостные путы, всё доброе, что мог бы звать прекрасным. Тоской гоним, скитаюсь я в пустыне и лишь слезам вверяю сердце ныне. И здесь, когда, казалось, скорбь уже достигла предела, последний, самый мучительный стон, друзья мои, простимся, в чаще тёмной меж диких скал один останусь я, но вы идите смело в мир огромный, в великолепие, в роскошь бытия, всё познавайте, небо, земли, воды, за слогом слог, до самых недр природы, а мной весь мир, я сам собой утрачен, богов любимцем был я с детских лет, мне был ларец Пандоры предназначен, где много благ, стократно больше бед, я счастлив был с прекрасной обручённой, отвергнут ею гибну обречённый. Никогда ещё у него неизменно сдержанного и скрытного не вырывало с подобных строк. Тот, кто юношей умел таить свои чувства, зрелым мужем укращать их, кто всегда лишь в видениях и на сказаниях и символах приоткрывал свои сокровенные тайны, теперь на склоне лет впервые даёт себе волю. Быть может, за минувшие пятьдесят лет ни разу не был он столь живо чувствующим человеком, великим лириком, как в тот незабвенный день, в тот достопамятный поворотный миг его жизни. Гёте сам видел в своём творении таинственный и редкий дар судьбы. По возвращении в Эймар он в первую очередь, прежде чем заняться какой-либо другой работой или домашними делами, искусно, каллиграфическим почерком, собственноручно переписывает элегию. Три дня он пишет на тщательно выбранной бумаге красивыми затейливыми буквами, словно монах в своей келье, таясь от всех домочадцев, даже от самого близкого из них. Даже переплётную работу он выполняет сам, дабы не разнеслась раньше времени болтливая молва, и шёлковым шнуром прикрепляет рукопись к обложке из красного софьяна. Позже, заменённый прекрасным холщовым переплётом, который и по сей день можно видеть в архиве Гёте и Шиллера. Дни тянутся полные горечи и взаимного раздражения. Предполагаемая женитьба была встречена злыми насмешками, а у сына вызвала даже взрыв открытой ненависти. Лишь в стихах своих он близок к любимой. Только когда очаровательная полька Шимановская навещает его, настроение светлых маринбадских дней возвращается к нему, и он снова становится общителен. Наконец, 27 октября Гёте зовёт к себе Эккермана, и уже по той торжественности, с которой он обставляет чтение стихов, видно, как дороги они его сердцу. Слуга ставит на письменный стол две зажжённые восковые свечи, и только после этого Гёте приглашает Эккермана занять место и прочесть элегию. Постепенно и другим, однако только самым близким, удаётся услышать её, потому что Гёте, по словам Эккермана, хранит её как святыню. Уже в ближайшие месяцы обнаруживается, какое особое значение для его жизни имеют эти стихи. После необычайного подъёма, словно вернувшего ему молодость, наступает резкий упадок сил. Он снова близок к смерти, с трудом переходит от постели к креслу, от кресла к постели, нигде не находя покоя. Невестка в отъезде, сын полон ненависти, некому позаботиться об одиноком больном старике. Но вот из Берлина приезжает, вероятно, вызванный друзьями, самый близкий из близких, цельтер, и сразу обнаруживает пламя, сжигающее больного. И что же я вижу, с изумлением пишет он, судя по всему, его терзает любовь всеми муками пылкой юности. Дабы исцелить его, цельтер снова и снова с искренним участием читает ему элегию, и Гетте не устает его слушать. Удивительно, выздоравливая, пишет он, ты неоднократно читал мне своим мягким проникновенным голосом, столь сильно мною любимое, что я сам не хочу признаться себе в этом. И дальше. Я не могу расстаться с элегией, но если бы мы жили вместе, ты должен был бы до тех пор читать и петь ее мне, пока не выучил бы наизусть. Так приходит, как пишет цельтер, исцеление от копья, которым он был ранен. Можно сказать без преувеличения, Гетте спасла его элегия. Наконец сердечная боль преодолена, последние мучительные надежда осилена, мечта о супружестве с любимой дочуркой развеяна. Он знает, что никогда уже не поедет ни в Мариенбад, ни в Карлсбад, никогда не вернется в мир беспечных и праздных. Отныне жизнь его принадлежит только труду. Он устоял перед искушением, отказался от попыток повернуть вспять свою судьбу, зато в его жизненный круг вступает новое великое слово — завершение. Он оглядывается на пройденный шестидесятилетний творческий путь, видит, что его труды разбросаны, рассеяны и решает, если уж он не в силах больше созидать, по крайней мере, собрать все воедино. Заключен договор на собрании сочинений, ограждены авторские права. Снова вся его любовь, еще столь недавно отданная девятнадцатилетней девушке, обращается на старейших спутников юности, Вильгельма Мейстера и Фауста. Полной энергии берется он за работу. По пожелтевшим листам восстанавливается замысел минувшего века. Еще до того, как Гёте исполнилось восемьдесят лет, он заканчивает годы странствий и на восемьдесят первом году героически приступает к главному делу своей жизни — Фаусту. Семь лет спустя, после трагических дней Мариенбадской элегии, завершен и этот труд, который он с таким же благоговением оберегает от мира сургучной печатью и тайной. В зените между двумя сферами его чувств, между последней страстью и последней жертвой, между новым началом и завершением стоит 5 сентября 1823 года. Прощание с Карлсбадом, прощание с любовью. Незабвенный миг душевного перелома, притворенный в вечность потрясающей жалобой. Мы вправе назвать этот день достопамятным, ибо немецкая поэзия не знала с тех пор более блистательного часа, чем тот, когда мощное чувство мощным потоком хлынуло в эти бессмертные стихи. Незабвенный стихи. Незабвенный стихи. Незабвенный стихи. Продолжение следует...